МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зеленую – низкий риск, желтую – со средним риском и красную группу – с самым высоким риском и угрозой не только заморозки счетов, но и полной ликвидации. Как не попасть в красную зону и как выбраться из красной зоны, если вы уже там, знает Сибнефтегрупп. Здравствуйте! Вы смотрите программу новости Сургут-24. Меня зовут Александр Маковей. В начале выпуска некоторые его темы. Проектирование откладывается. Разработку строительных документов для театра «Петрушка» перенесли. В чем причина и можно ли решить задачу с помощью инвесторов? Незаконная перепланировка усугубила ситуацию. В Сургуте завершена проверка квартир в доме на проспекте Ленина, где в одном из помещений на последнем этаже разорвался самогонный аппарат. И комплимент в честь наступающего нового года сделал сургутянам центральный рынок. На торговой площадке состоялась встреча с Дедом Морозом. В Сургуте начались работы по берегоукреплению будущей набережной протоки Кривуля. Она завершит ансамбль комплексов на территории научно-технологического центра, площадь которого 67 гектаров. Специалисты подрядной организации, это компания «Ювис», погрузили в землю первый трубашпунт длиной 13,5 метров. До повышения уровня воды специалисты намерены выполнить две трети всех работ по берегоукреплению. Оставшийся объем закончат до конца 2023-го. Именно берегоукрепление – самая затратная статья расходов по созданию рекреационной зоны. За 1 миллиард 113 миллионов рублей его выполнят так, чтобы весной, когда опь поднимается, вода не топила набережную и не размывала ее основание. Более 500 миллионов рублей уйдет на благоустройство территории. Ее выровняют, забетонируют, обустроят подвалы и подборные стены, облицуют поверхности гранитными плитами, установят бордюры, засеют газоны, заасфальтируют пешеходные тропинки, смонтируют скамейки и малые архитектурные формы. Общая стоимость набережной составит около 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Проектирование здания для театра актера и куклы «Петрушка» в Сургуте, похоже, откладывается. При анализе расходов бюджета Департамент архитектуры и градостроительства перенес эти расходы с 2023 на 2025 год из-за высокой емкости трат, необходимых на объекты НТЦ. Город за свой счет разрабатывает документацию по возведению объектов коммунальной инфраструктуры, газа, теплоэлектроводоснабжения, канализационные, стоковые, очистные станции, дороги. Проектирование «Петрушки» стоит 25 миллионов рублей. Объект должен расположиться между улицей Университетская и главным корпусом Сургутского госуниверситета. Не все народные избранники согласились с переносом срока разработки документации для детского театра. В моем понимании, эта сумма, она, скажем так, не является критичной для того, чтобы не получить привязку объекта, его смертную стоимость и, собственно говоря, получить возможность дальше искать средства с привлечением федерального, регионального финансирования. Понимаю, что в местном бюджете, да, скорее всего, денег на строительство не будет. Но, как нас уверяют, нашли же на МТЦ. Я думаю, что и на Петрушку найдем. Что мы можем в этой связи сделать? Как вы думаете? Готовы рассматривать также предложения, да, возможных вывоз инвесторов и так далее. Путей на самом деле действительно, наверное, существуют какие-то возможности. Депутат Владимир Болотов отметил, что намерен добиваться выделения средств на проектирование Петрушки во время корректировок бюджета в течение следующего года. Также на заседании финансового комитета Думы города говорили о развитии дорожной сети. В 2023-м запланированы 314 миллионов рублей на возведение части улицы Усольцева от Есенина до Тюменского тракта. В 2024-м выделят деньги на начало строительства другого отрезка от Белецкого до Аэрофлотской. Неохваченным останется лишь фрагмент дороги от Есенина до Белецкого. Его просят продлить до 41-го микрорайона, чтобы дети с комфортом добирались до образовательных учреждений. Проектом бюджета предусмотрено проектирование участка от Аэрофлотской до Белецкого. То есть, по сути, у нас на сегодняшний момент только один участок не определен. Это от Шедловского до Есенина. Остальное все охвачено. После завершения строительства ввода объекта в эксплуатацию школы 42-го микрорайона, это ориентировочно на 2024-й год, мы к этому времени обязательно сформируем предложение, определим источники финансирования по строительству данного участка. Мы планируем, ввиду того, что у нас сейчас более горячий вопрос, это обеспечение подъезда в школе, что, собственно говоря, логично, да? Мы все-таки решили не с Есенина заходить, а зайти с Белецкого. Совершенно верно. Мы потом догоним, да? А есть ли сейчас существующий проект всей улицы Уссольцов? И разбит ли он там ночью? Нет. Примут ли параметры главного финансового документа Сургута на 2023 и два последующих года, станет известно уже в пятницу. 23 декабря в Думе города состоится последнее в этом году плановое заседание. В повестке дня 28 вопросов. Энергия 60-й параллели. В этом году Сургутская ГРЭС-1 отмечает 50-летие с момента запуска первого блока станции. В честь юбилея компания ОГК-2, филиалом которой и является Государственная районная электростанция, организовала целую серию праздничных мероприятий совместно с Краеведческим музеем. Например, открыли историческую выставку «Прогресс». В экспозиции более 130 уникальных экспонатов. Раритетные документы, техника, наградные знаки. Завершающим аккордом стала торжественная церемония гашения памятного конверта с изображением ГРЭС-1. Подробнее расскажет Татьяна Расторгуева. Историю Сургутской ГРЭС-1 уходит в 1968 год. Именно тогда началось ее возведение. Она стала грандиозной всесоюзной ударной стройкой Западной Сибири. Спустя пять лет состоялся запуск первого блока, а строительство остальных продолжилось позднее. ГРЭС-1 была пятой по установленной мощности тепловой электростанции в России. Спустя 50 лет это важный стратегический топливный энергетический объект федерального значения. На сегодняшний день она выработала более триллиона киловатт-часов электроэнергии. В честь юбилея Почта России выпустила 300 тысяч конвертов с изображением станции. Торжественная церемония гашения одного из них памятного прошла в Сургутском краеведческом музее. Событие крайне важное для компании, для большой компании «Газпрома», и я думаю, что для всего округа в целом. Исполнилось 50 лет самому, наверное, важному энергетическому предприятию региона, да, наверное, странам. Потому что станция выработала более триллиона киловатт-часов. Мы сейчас входим во время большой реконструкции и обновлений станции. Будет больше тепла, будет больше электроэнергии в целом для всех. Такое масштабное обновление станции пройдет впервые за всю историю ее существования. В течение 7 лет в рамках государственной программы «Комод» планируется модернизировать основное и вспомогательное оборудование «Сургутской ГРАС-1». Оно, к слову, будет российского производства. В мегаваттах, в электрических нагрузках, в лечении не произойдет. Мы просто меняем оборудование на новое нашего российского производства. Наши силовые машины – это ленинградский завод. Меняем просто новое оборудование. Мы увеличиваем надежность, увеличиваем КПД, увеличиваем кровоспособность. Ну, соответственно, все это в целом, ввиде того, что и экология будет улучшаться. Процедура гашения почтового конверта с изображением «ГРАС-1» стала второй такой церемонией в Сургуте. Первую партию памятных экземпляров Почта России изготовила для Сургутского музыкального колледжа. Особую ценность бумажным атрибутам придал оттиск, нанесенный с помощью специально изготовленного для этого календарного штемпеля с фиксированной датой. Такие конверты могут пополнить коллекции филателистов и стать памятным подарком. Почтовые конверты, посвященные 50-летнему юбилею Сургутской «ГРАС-1» – это, прежде всего, я, с моей точки зрения, знак памяти, уважения и признательности к тем поколениям, к тем людям, которые строили Западную Сибирь, строили Сургутскую «ГРАС-1». И я уверен, что вот эти конверты, их всего 30 тысяч выпущены, вместе с письмами они разлетятся по всему миру, по всей России и будут напоминать нам о трудовом подвиге тех, кто застраивал Западную Сибирь и принимал участие в таком уникальном масштабном проекте, как строительство Сургутской «ГРАС-1». Люди – один из главных ресурсов, позволяющий успешно развиваться компании и оставаться в числе лидеров по выработке электроэнергии среди тепловых электростанций России. Татьяна Расторгуева, Денис Зонов, Сургут-24. Татьяна Расторгуева, Денис Зонов. Также пострадала стена между двумя квартирами. Зафиксированы трещина и нарушение геометрии. Специалисты выяснили, что она выложена из кирпича, является перегородкой и не имеет несущих функций. Угрозы разрушения строительных конструкций нет. Управляющая компания уже убрала обломки с улицы и крыши коммерческих помещений. Собственнику после завершения восстановительных работ передали ключи от квартиры. Владельцу недвижимости предстоит по согласованию с коммунальщиками сделать ремонт. Собственникам квартиры была проведена незаконная перепланировка. То есть балкон был объединен с квартирой. Соответственно, это повлияло на распространение ударной волны, что в итоге привело к разрушению балконной рамы. Почти 5 миллионов рублей подарила мошенникам жительница Нефтьюганска. Злоумышленники в телефонном разговоре убедили 50-летнюю женщину в том, что на ее имя неизвестные взяли кредиты. Аферисты представились сначала специалистами Центрального банка, затем потерпевшей поступил звонок от лжесотрудников ФСБ России. Ньюгорчанка в итоге оформила на себя реальные займы и перевела 4 миллиона 700 тысяч небольшими транзакциями на якобы безопасные счета. После чего злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере. В правоохранительных органах напоминают, что никаких безопасных счетов у банков не существует. Места хватит для всех. В деревне Сайгатина в Сыргутском районе открыли клуб. Раньше в населенном пункте внеурочные занятия проводили в старом здании на лыжной базе. В спортивных секциях и творческих кружках занимались буквально бок о бок на площади 100 квадратных метров. Теперь же ситуация кардинально изменилась. Где именно появился Центр досуга и творчества и какие новые возможности появились с его открытием у жителей, расскажет Мария Ливанян. Все внеурочные занятия спортом и творчеством для детей Сайгатина раньше проводили в старом здании на лыжной базе. Площадь его около 100 квадратных метров. Иных альтернатив в деревне не было, поэтому культуре и спорту приходилось ютиться бок о бок друг с другом в небольшом зале. Новое помещение для секций и кружков площадью 500 квадратных метров. И теперь ребятам есть где развернуться. Тренировки проводились в таких немножко экстремальных условиях. Сейчас у нас здесь и тепло, и уютно, и есть полностью необходимый инвентарь. Компьютеров у нас не было полностью. Благодаря Александру Трубецкому выделил нам финансирование. Полностью приобрели новые компьютеры, новый инвентарь для спорта, для культуры. Мы закупили звуковое, видеооборудование, одежда, сцены и так далее. Поэтому сейчас деревня Сайгатина, я скажу, обеспеченная, может быть, даже лучше, чем некоторые поселки крупные. Новое здание позволило не только развести культуру и спорт по разным помещениям. Теперь в Сайгатина появилось новое направление внеурочной деятельности – киберспорт. Для этого в клубе отвели два кабинета, которые местные ребята уже оценили. Лично для меня это просто такой интересный опыт в плане игровых клубов, потому что я ни разу таких не был. Для Сайгатина, я думаю, скорее всего, нужен, потому что здесь не у всех есть компьютеры. Могут прийти подростки, дети поиграть, прийти взрослые поработать. В принципе, довольно нужное место. Глядя на новый клуб в Сайгатина, даже не верится, что это здание, которое раньше было приспособлено под магазин. Ведь вместо разбитых витрин тут теперь современный спортивный инвентарь, которого в прежнем зале не было. Тут и снаряды другие намного лучше, и места больше. Там была просто комната два на два. Тут и места больше, и дорожки хорошие. Только дорожки были электронные. Остальное все. Там гири были и пару блинов. Новый клуб стал своего рода подарком деревне Сайгатина к 125-летию. Всего на ремонт и оборудование Сургутский район потратил 22 миллиона рублей. Во-первых, здание получило вторую жизнь. Снести всегда гораздо проще, чем отремонтировать. Ну и деревня получила действительно комплексный и спортивный, и культурный объект. То есть на две части разделено. И зрительный зал прекрасный на 50 мест, и сцена, и куча помещений для того, чтобы... Тут и для киберкласс, и для художественной самодеятельности. Танцевальные студии собираются сделать. Прекрасный спортивный зал с современным оборудованием. Ну и все, что надо для того, чтобы культурно и спортивно проводить время. Новый клуб «Толчок для развития», говорят руководители кружков и секций. И обещают, что в скором времени тут организуют занятия по танцам и другим интересным для жителей направлениям. Мария Ливанян, Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сургут-24, Сайгатина. В преддверии подведения итогов года культурного наследия народов России в Сургутском центре социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан состоялся круглый стол. Участники оценили проделанную работу в сфере профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Стоит отметить, администрация Сургута уделяет этим вопросам большое внимание и активно участвует во всех общественных инициативах, направленных на формирование благополучной обстановки в обществе. Ежегодно у автономных некоммерческих организаций, национальных общин и диаспор есть возможность участвовать в грантовом конкурсе. Лучшие проекты получают материальную поддержку. В бюджете Сургута на эти цели закладывают около 7 миллионов рублей. В 2022 субсидии получили 7 некоммерческих организаций. Были реализованы социально значимые идеи. Участники состоявшегося в Центре адаптации мигрантов события, в частности, обсудили актуальность реализации проектов в области культуры и спорта. Круглый стол на тему «Массовый спорт как инструмент формирования межнационального согласия». Обсуждение ряда вопросов, связанных с вовлечением в спорт, массовым вовлечением в спорт молодежи, населения, не для исключительной цели достижения личностных результатов, а именно вовлечением массы, организацией именно спортивного мероприятия, турнира по смешным единоборствам. Нет терроризму, нет экстремизму. Участники дискуссии отмечали, именно занятия спортом помогают подрастающему поколению и молодежи развивать самодисциплину, ответственность, уважение к чужим достижениям. Все эти факторы являются большим воспитательным потенциалом. Проекты спортивной направленности организаторы ждут на следующий грантовый конкурс. Подробная информация размещена на официальном сайте администрации города. Также за консультацией можно обращаться в управление по вопросам общественной безопасности. В Сургутском центре адаптации мигрантов в обсуждении актуальных вопросов сохранения мира и согласия в регионе приняли участие именитые спортсмены, представители национально-культурных объединений, общественности, депутаты Думы Югры, специалисты администрации города и эксперты, погруженные в тему профилактики экстремизма и терроризма. Мы подводим итоги. У нас год культурного наследия, мы говорим о народных традициях, культуре и так далее. Воспитание ребенка начинается не с народных танцев и песен. Ребенок начинает играть в игры. Мы потеряли целый пласт культуры народной, которая решает вопросы воспитания подрастающего поколения. Это игра. И вот мы год практически, вот кто-нибудь заметил, что у нас кто-нибудь сказал про какой-то круглый стол, мероприятия, соревнования, в конце концов, по традиционным народным видам спорта. Мы забыли очень какие-то важные, простые вещи, о которых мы вроде как знаем, но почему-то не говорим. На борьбу со снежной бурей в Сургуте сегодня днем вышли почти 90 спецмашин. На центральных дорогах можно встретить колонны снегоуборщиков, автогрейдеры, тракторы, погрузчики, самосвалы и не только. Движение коммунальных авто сургутяне могут посмотреть на интерактивной карте в режиме реального времени. Ее легко найти на портале администрации города во вкладке «Коммунальная техника онлайн». По данным онлайн-сервисов прогноза погоды, снег с разной периодичностью будет идти почти всю ближайшую неделю. Напомню, что с этого сезона у подрядчиков изменился регламент уборки проезжих частей. Оценивают их работу не по количеству выездов на линию. Теперь их задача, чтобы на улицах было чисто. Почти каждый десятый житель Ханты-Мансийского автономного округа готов в следующем году освоить дополнительную профессию, а каждый пятый хочет получить новую специальность и чаще всего в IT-сфере. Об этом рассказали 35% участников исследования, проведенного рекрутинговым порталом ХХРУ. Третий югорчан мечтает о повышении зарплаты. Чаще этот запрос транслируют строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом. Еще 6% жителей округа ждут в качестве новогоднего подарка новую должность. Как известно, время ожидания идет быстрее, если проводить его в приятной компании с угощениями за красиво накрытым столом. В Сургуте они знают, где можно купить все, чтобы обеспечить себе такое удовольствие. На сегодняшний день на центральном рынке представлена продукция более 15 крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств не только из Югры, но и из всей России. Сегодня мы пригласили Дедушку Мороза. Он сегодня развлекает наших покупателей, дарит им подарки. Но не просто так, а за стишок, за песенку, либо за танец. Заряжаемся отличным настроением, заряжаем наших покупателей, сургутян, гостей города. Ежемесячно на центральном рынке делают покупки порядка 40 тысяч сургутян. Горожане давно оценили и качество, и презентабельность фермерской продукции. В ассортименте мясо-колбасные изделия, молочная продукция, рыбные деликатесы. Встреча с Дедом Морозом – это комплимент жителям от центрального рынка за то, что они выбирают именно эту торговую площадку. Впрочем, и сам новогодний волшебник без сюрприза не остался. «Ух ты, спасибо! Ну-ка, внучка, достань-ка, девочки, подарочек. Да вот и свою шоколадку давай. Повторяйте, Дедушка Мороза. Здравствуй, Дедушка Мороза. Здравствуй, Дедушка Мороза. Борода из ваты. Борода из ваты. Подари на Новый год. БМВХ пятый. Дедушка Мороза, дай ему там для согрева, чтобы он не замерзал. О-о-о, сейчас наступающий. Спасибо. И желание заказали, чтобы Дедушка Мороз нам подарочки принес. Тоже на елку мы зашел, а вот мы заведем. Будем здесь мы писать Новый годское встрече. На этом я с вами прощаюсь. Этот выпуск, как и другие программы, можно найти в наших соцсетях и на сайте. Впереди еще коммерческая информация и прогноз погоды. Всего хорошего. До свидания. Не стали ждать наступления Нового года. Команда интернет-провайдера «Метросеть» позаботилась о досуге и развлечениях для своих клиентов. Уже сейчас пользователи могут записаться на крутую тренировку в фитнес-клуб «Мейсен-Джи», а также побаловать себя согревающим напитком и десертом от кофейни и «Ильматоре». Все эти приятности провайдер подготовил совместно с партнерами. Дарить положительные эмоции в канун Нового года – это очень приятно. Поэтому до конца декабря и все новогодние каникулы наших пользователей ждут многочисленные сюрпризы. Для командной «Метросети» высшим приоритетом в работе всегда были и остаются клиенты, довольны услугами и качественным сервисом. Мы решили не останавливаться только на новогодних активностях, а дарить тепло и заботу нашим клиентам в течение всего следующего года. Рады сообщить, что 2023 год «Метросети» станет годом заботы. Это будет прочитываться во всех мероприятиях и новых услугах, которые мы презентуем в Новом году. Чтобы не пропустить все самое интересное и успеть записаться на тренировку, заходите на сайт metrodefisset.ru. Здесь же можете узнать и о других подарках, которые подготовил провайдер своим клиентам. Встречайте Новый год вместе с «Метросетью». Сибирскому золоту 25 лет и в честь праздника мы дарим каждому покупателю скидку до 70%. А еще в своем телеграм-канале мы разыграем крутые украшения и... А это вы узнаете, если подпишетесь на нас. Телеграм-канал «Сибирское золото». Да и просто заезжайте за украшениями для любимых. «Сибирское золото». Проспект Набережный, 47. Жители поселка Белый Яр говорят о своем поселке так. Мы не спутник Сургута. Мы отдельный мир. Это так. Мир красивый, современный и вместе с тем уютный. Именно здесь расположился жилой комплекс «Яркий». В доме представлены готовые одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 35 квадратных метров с уже предчистовой отделкой. Не забывайте про экономию на ЖКУ до 30% и возможность купить квартиру без первоначального возноса. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Что такое русский хит? Это новое слово в мире радио. Никакой политики и никаких плохих новостей. Яркие, прогрессивные и понятные мелодии и танцевальные хиты, которые так любит наша аудитория. Русский хит – это еще и мультимузыкальный сегмент эфира, когда вы слышите музыку, музыку и только музыку. Настройся на самый русский хит. Окружной паблик ВКонтакте ОМЕДИЯ ЮГРА. Каждый день новости, которые создаете вы. Реклама в паблике. 221-222. ОМЕДИЯ ЮГРА. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok